приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёво сегодня очередное видео с нашего турнира fish dream 2019 по фитерной ловли и сегодня два спортсмена соревнуются это файчак андрей и всеволодковаль все поближе с ними познакомимся друзья это андрей здравствуйте андрей добрый день всем ну расскажите что ловите ловим рыбу так какую конкретно да пока кроме мелкой троньки и верховодки другой не попадалось ну ну мы только-только начали так что может быть и да будет шанс поймать какого-то карасика на как красик рыбка более крупная весу дает больше но пока шансов не было поймать ну ничего будем будем пока половить туши ловит а вот стук 1 прикормка если только черная да я на всякий случай замешал два вида прикормки черную и светлую черную для тарани светлую для карося да 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 пока пока на чувством на и дальше будем посмотреть будем посмотреть да как как она получится у по дальность слова небольшая дата крема 12 метров 12 метров вас так одну удочку за мой кирилл на 12 метров а другую удочку за мой кирилл где-то в районе 30 метров ну и ей еще не мне пробовал ловить пока ранька хорошая это первая человеческая таранишка попалась насыдка стандартная червь опарыш да кукурузка не пробовал еще кроме опарыша ничего не пробовал делать только пока на парашь понятно друзья вот второй участник нашего батла это все вот коваль познакомьтесь добрый добрый здравствуйте я так понял что вы спортсмен или любитель любитель я первый раз участвую в подобных турнирах первый раз вот решил попробовать интересно очень увлекательно так или кого вы приехали с группой поддержки да это моя дочка ксана ксана здравствуйте вы решили покупать поддержать да она сама любит рыбачить да понятно так хорошо расскажите на что ловите что за прикормка сегодня вас fish dream река или лишь горох я смешал их две но как бы разнообразить решил я смотрел видео там все в основном черную на тарань да я решил попробовать карася что тогда разнообразить немножко и как карась есть карася пока не было червь вообще насадил червя червь не работает вот опарыша только на опарыша есть поклевки ну тарань мелкая тарань мелкая понятно в качестве насадки опарыш да опарыш и пробовал человека пока не никак не реагирует вообще ну все все я значит теперь болею за вас я все болею за любителей рыбалки спортсмены так у них достаточно опыта для того чтобы победить а вам я желаю их поставить николая позапрошлого батла который выиграл одного из спортсменов это у нас уникальный рыбак и он сегодня тоже сидит тут на помостике и что-то пытается лови да я сегодня в качестве зрителя в качестве тренировки чуть-чуть набраться еще у ребят опыта нужно неправильно потренировать скорость посмотреть что клюет вот так что у нас сегодня выезд любительский без всякого снаряжения просто со стульчиком 1 удочка пробуем ловить посмотрим что сегодня будет по дню пока один только карасик есть карась есть да карась уже сегодня у нас есть на что вы карась карась на червячка клюнул а прикормки 2 возникали кормки также сама 2 1 желтенькая под карася 1 под плотвичку по желтенькое то что вы взяли это у нас сладкий карась и карп карась вот немножечко нарезочки добавляем может быть что-то еще подойдет надеемся что карась сегодня клевать все-таки будет как бы уже пораж весна пошла должны уже и карась проснуться но как говорится погодные условия у нас чуть-чуть сегодня не радует но ничего прорвемся однозначно ну друзья я тоже замешал свою прикормку сегодня буду использовать fish dream серии айкью карп карась добавлю аттрактанта и постараюсь мне тоже что-нибудь поймать прикормка пахнет печеньем пришел шашлык пахнут руки просто пахнут до среди красавцы я понимаю что ты хочешь это вкусно пахнет задавать ребята шашлычок какой адрес ну как там час прошел уже что скажешь сейчас пошел ничего не поменялось так 50 процентов тараньки 50 верховодки в основном очень мелкая редко когда хотя бы вот такие попадаются то есть березга да да очень мелкая ничего ловим туша есть то есть ты я понял используешь тактику такую смотришь сосед что ловит и думаешь раз он ловит тарань то я думаю не буду переходить на карася я правильно понимаю я ищу смотрю что ветер поднялся вообще что клёв стал похуже чем с утра просто не хочешь вообще принципе нет еще чуть-чуть посижу на тараньки потом буду пробовать карася понятно то есть пока ни одного даже нет ни одного мнения и поклевки даже когда слова не было так всего то что у вас там час прошел уже ну клюет тарань когда на червя вообще не реагирует ничего только опарыш только опарыш закидываешь сразу таранька реагирует даже комбинировал червя с опарышем не 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 реагирует никак так что вот так постепенно таранечка идет верховодка 1 2 опарыша 3 цепляю тоже нет да то есть карась вообще не клюет не было поклевок червя одевал вообще тишина изначально было неплохо сейчас то мелкая таранечка подошла сейчас вот чуть-чуть покрупнее подошла таранечка после нарезки ну живем карася конечно но поклёва карася и больше не видно было к верховодочка таранечка проклевывается такая уже более-менее нормальная поставил более крупную насадочку чтобы мелочь не трогала вот из-за этого вырез немножечко как бы вес коля какие-то ликвиды кто использовал ликвид я использовал big fish а можно посмотреть да конечно использовал вот один ликвид big fish и второе q карм с каким он роман идет сладкий и один и второй то есть ты заряжен я смотрю на карпа даже да ну как бы ждем конечно но а тут уже такое дело а вдруг попадется друзья наконец-то уже и я разложился сегодня буду испытывать удилище вот такое пикерная от фирмы кайдо называется better а.ф. но пикерная тест до 60 грамм если эти кольца с вставками сик они на двух ножках не от 3 как обычно на 2 то есть предполагается использование легкий кормушек вот я сегодня буду использовать кормушку фирмы джексон она такая большой кровоемкости до 60 грамм есть у меня десятки сороковки попробуем шестьдесятки испытаем удилище на максимальную прочность как она справляется или нет оснастка у меня in line и особенностью сегодняшней ловли хочу попробовать половить на манку друзья казалось бы да банальным как это на манку можно ловить домой я специально изготовил манку по своему рецепту вот кто не знает как ее готовить посмотрите в описании к этому видео есть ссылочка на мое видео с как я готовлю эту манку крючок используя вот этот овнер 53 125 серия 12 номер видите он с пружинкой для того чтобы манку намазать на крючок я использую обычный шприц используя таким вот образом его сейчас покажу берем маночку берем шприц вот таким нехитрым движением мы наполняем шприц манкой манка очень хорошая смотрите как она тянется думаю что на крючке она будет нормально держаться вставляем поршень и вуаля у нас уже вот с манка манка уже со шприца выходит и вот такими движениями мы наматываем эту маночку на крючок посмотрим насколько она будет держаться в воде но в принципе я не планирую чтобы у меня крючок держался в воде больше там одной минуты вообще планируете вот 15 от 15 до 40 секунд и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я определился до конца с удилищем для того, чтобы участвовать в соревнованиях с катушкой, с прикормкой, с насадкой, с снастью. То есть как бы я уже, наверное, готов к батлу со своим дуэлянтом, скажем так. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Всё для клёва». Ну, а я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.